Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Руслан Джубкаев. Несмотря на все тяготы, ветеран вернулся к кратным с долгожданной победой и еще долгие годы трудился на благо развития и процветания Карачаева Черкесии. Рашид Тимрезов пожелал ветерану крепкого здоровья, оптимизма и жизненной энергии. Сегодня состоялось расширенное заседание общественной палаты Карачаева Черкесии. Почетными грамотами правительства республики и благодарственными письмами отметили жителей за подготовки и успешное проведение избирательной кампании. Также наградили участников федерального проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в 15 регионах России». Затем перешли к основной теме заседания – прекращение полномочий двух членов общественной палаты и обсудили вопросы института семьи, попечительства и усыновления. В поддержке жилищных прав детей и семей реализуется право на предоставление специализированного жилья на территории Карачаева Черкесской Республики. В 2021 году количество граждан, состоящих в списке, составляет 750 человек. Право на обеспечение жильем наступило в 2021 году у 626 человек. Также в 2021 году по инициативе Министерства образования и науки КЧР, полномоченного по правам ребенка, была инициирована еще очередная инициатива. И были внесены изменения в 34-й РЗ по жилью. И вот начиная с этого года, с января 2022 года, выпускники организаций для детей-сирот, имеющие инвалидность, имеют право на внеочередное право по предоставлению жилья. Сегодня в отделении пенсионного фонда состоялся брифинг на тему о предоставлении пенсионным фондам отдельных мер поддержки, которые ранее назначались органами социальной защиты населения и Роструда. Руководитель фонда Аслан Озов ответил на вопросы журналистов. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. С 1 января пенсионный фонд приступил к предоставлению россиянам ряда выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы соцзащиты и Роструд. Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях следующим категориям. Неработающим граждан, имеющих детей, лицам, подвергшимся воздействию радиации, реабилитированным лицам, детям-инвалидам, имеющих транспортное средство по медицинским показаниям, военнослужащим и членам их семей. Новые выплаты, компенсации и пособия пенсионный фонд назначает за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначение выплаты будет производиться пенсионным фондом Российской Федерации автоматически на реквизиты, указанные ранее. Первые выплаты пенсионного фонда России по переданным мерам жители республики уже получили через банки 17 января. Почта России будет осуществлять доставку с 15 по 31 число месяца. Для оформления социальной помощи достаточно будет подать заявление в клиентскую службу пенсионного фонда. Кроме того, в этом году начнет работу сервис на портале госуслуг, где можно будет подавать заявку электронно. Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на выплату после перехода в пенсионный фонд, также сократятся сроки их назначения. Ранее оформление большинства выплат могло занимать до месяца. С января текущего года процедура станет в два раза быстрее. И рассматривать заявление по выплатам отделения пенсионного фонда будет от 5 до 10 рабочих дней. Новые функции полномочий ПФР по оказанию ряда мер социальной поддержки оптимизируют процессы осуществления социальных выплат. Получить ответы на интересующие вопросы можно по номеру телефона горячей линии 8 800 600 02 91 в рабочие дни с 8 до 17.00. Альбина Курочинова, Кенжева, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 33 456 человек. Из них 30 166 выздоровели, 351 человек госпитализирован. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево, Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный и 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 11-14. Температура ночи минус 9-14. В горах до 20 градусов мороза, а днем минус 1 плюс 4. И местами до минус 7. На дорогах гололедица. В Черкесии без существенных осадков. Ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 10-12. Днем 2-4 градуса выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Впервые в Черкесске выставка «Страна обезьян и пушистиков». Мартышки и громки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького 8. Подготовку и переподготовку квалифицированных кадров мусульманского духовенства и служителей мечетей. Историков ислама, исламоведов, правоведов проводят не одно десятилетие в Карачаево-Черкесском Исламском институте имени имама Абу Ханифа. Дать хорошее знание студентам и улучшить условия для обучения старается руководство вуза об изменениях, происходящих в стенах института и планах в репортаже Аллы Динаевой. Тексты из Священного Корана читают наизусть. Сейчас у студентов Карачаево-Черкесского Исламского института имени имама Абу Ханифа идет сессия. А в здании учебного заведения начались ремонтные работы ряда помещений. Ректор института, он и прораб, и инициатор позитивных изменений Мухаммад Бачаев рассказывает, что начали со столовой. Металлические трубы водопровода и отопление заменили на пластиковые. Напольное покрытие подготовили под плитку, теперь начнут отделку стен. Много извести, но вот сыпется. И сюда нанести штука только, это просто не сельсообразно. Поэтому мы решили отшить. В дальнейшем, чтобы трещин там, этих, ничего не было. И покрасим, работаем. А затем установим вентиляцию. Хотим успеть завершить ремонт столовой к концу студенческих каникул. А они в нашем институте с 22 января до 7 февраля, говорит ректор вуза. Выпускать грамотных имамов и богословов задача Исламского института. А создать комфортные условия для их обучения и проживания очень важно, ведь... Богословие требует большое внимание, чтобы человек правильно все понимал. И весь этот процесс находился под контролем учителя, наставника, можно так сказать. Не только уроки взял и ушел, самостоятельно. А именно будут после уроков собираться, после предвечения намаза. И под наблюдением учителей будут проводить свои уроки. А собираться вместе на занятия планируют в этом актовом зале. В апреле прошлого года Мухаммад Батчаев назначен ректором Исламского института. Все лето искал возможность и средства, чтобы начать ремонт. Нашлись люди, которые откликнулись. Спасибо им. Состояние в здании не позволяло ждать до весны, и ремонт пришлось начать зимой, делится Мухаммад Хаджи. Тяжело, конечно, но когда делается все ради довольствия Всевышнего Аллаха, то любые тяжести превращаются в легкость. Мы начали, сейчас посмотрим, все в руках Аллаха и очень надеемся на благотворителей нашей республики. Сейчас ремонтируют два кабинета для преподавателей, но и остальные помещения Исламского института и само здание нуждаются в ремонте. Предстоит обустроить и двор, но до морозов успели спилить 8 сухих тополей, выкорчевать корни и выровнять территорию двора. У нас заборы будут сноситься. Хочу прозрачные заборы, куланные заборы, чтобы это здание не было закрыто, там замкнутым. Это же исламское заведение, пусть оно будет открыто. Карачаево-Черкесский исламский институт – один из самых старейших вузов на Северном Кавказе. Образован в 1993 году и является негосударственным учреждением профессионального образования России. Обучение и трехразовое питание бесплатное. Иногородним предоставляют общежития. С помощью жителей республики проводят ремонтные работы и в дальнейшем надеются на поддержку людей. Помогают, да? Помогают, конечно. Там и старые, и молодые, и пенсионеры приходят иногда. И большинство, что интересно, кто помогает, он всегда просит. Ради Аллаха никому не говорите, мы это делаем ради Аллаха. Не хотим, чтобы кто-то это знал. И большинство это говорят. А главная задача вуза, чтобы наши студенты были самые лучшие в мире. Мы ставим такие цели и хотим достичь этой высокой планки, говорит ректор исламского института Мухаммад Батчаев. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия. В Черкесске прошла презентация научного сборника по толпашинческого чтения. Он выпущен по результатам прошедших в сентябре 2021 года в Никольском соборе вторых межрегиональных по толпашинских чтений с международным участием. Этот научный труд издан при участии Пятигорской и Черкесской епархии, по толпашинского казачьего отдела и регионального отдела общества Царьград. По окончании презентации состоялась экскурсия по музею церкви и казачьего и казачества в Никольском соборе города Черкеска. Тема сборника – это три события. 120-летие освящения Никольского собора, в котором мы находимся, мы знаем, что он восстановлен в 2012 году, а он стоял в другом месте, и освящение его происходило 120 лет назад. Также 145-летие дарования соборности Николаевской церкви. Николаевская церковь стояла около Никольского собора, и это ныне Покровский храм. То есть Покровский храм перенесли и переименовали, потому что уже именем Николая Угодника уже был назван Никольский собор. Николаевский он сначала назывался, и он был построен уже. Это было второе событие. И третье событие – это 325-летие хаберского полка. Тишиной окрыленное искусство. В Карачаевске в стенах Института культуры и искусства Качагу состоялась выставка молодого художника из Дагестана Мирысмаила Сеидова. С детства, лишенный возможности слышать, он передает свое восприятие мира через краски и карандаши. Подробности в материале Шерифат Лепшоков. Визит художника из Дербента в Карачаевск неслучайное событие. Город давно имеет тесные дружеские связи с Дагестаном, и эта выставка еще одно тому подтверждение. Посвящена на родному для Мирысмаила Сеидова Дербенту. В своих работах он фотографически передал красоту города, его атмосферу. Графику художника тепло приняли в Институте культуры и искусств. Преподаватели вуза оценили его любовь к миру, глубокое понимание прекрасного. Слухами Рисмаил лишился еще в детстве. Какое-то время обучался в интернате для слабослышащих, вдали от родного Дербента. От тоски по родителям мальчику становилось хуже, и они забрали его домой. Находясь в одиночестве, он нашел способ общения с окружающим миром через кисть и краски. Начав посещать детскую школу искусств, Мирисмаил, конечно, не мог знать, что станет заслуженным художником Дагестана. Его имя будет известно далеко за пределами странных гор. Мир Исмаил с нами сегодня здесь. Мы долго изучали твои работы. Каждая работа твоя душа, твоя умение, твое мастерство. Ты на высоком уровне. Я от души тебя поздравляю. Желаю дальнейших успехов в твоей работе. Чтоб еще раз, днется, ты же дорогу знаешь, Дербент Карачаевский. Чтоб не забыл. И летом приехал. А то вместе пойдем рисовать. Вместе с художником прибыла и делегация с представителями мэрии Дербента. На предваряющей выставку встречи с руководством города было решено, что в скором времени появится автобусный маршрут по направлению Карачаевск-Дербент. Визит гостей стал ответным. Прошлым летом представители Карачаевой Черкесии были в Дагестане. В честь названия в Дербенте – одной из улиц Карачаевской. Постели они и дом художника. Гости были приятно удивлены, когда увидели на стене комнаты пейзажи Тиберты. Неделю назад, когда мы отправлялись работой сюда, мы уже знали, что здесь родные люди, здесь поймут, здесь примут. Я вижу, что на самом деле замечательно представлены работы. Спасибо огромное. На самом деле, да, Мирисмаил – удивительный человек. Он особенный человек. И выставка, которая сегодня здесь проходит под этим названием «Тишина и окрылённое искусство», она демонстрирует многогранность душ этого, замечательного художника. Самилиана Джафова выразила надежду, что жители гости Карачаевска полюбят творчество Мирисмаила Сеидова, его графику, в которой он отразил, овеянный тысячелетними тайными легендами, родной город. Шрифат Лепшукова, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все «Вести» на сегодня. Прямо сейчас продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова